Всем привет, дамы и господа, на связи Руслан Захаркин и вы находитесь на YouTube-канале Захаркин Крипта. Обновил свою игрушку, давайте посмотрим. Алиса, продолжи. И Алиса не продолжает. Это значит, что я купил какую-то бракованную историю. Алиса, громче, 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 громче. Хотя нет, вроде работает, так что все нормально. Алиса, пауза. Ну что ж, давайте обсудим рынок криптовалют, что сейчас происходит в пространстве во времени покушения на Трампа. Хотят YouTube запретить в России, хотят крипту в России запретить. Мемкоины то растут, то падают и так далее, и так далее. В общем, давайте все по порядку. Касаемо YouTube, бред собачий. Мы же в Instagram, запрещенная в России социальная сеть, заходим, компания Meta, заходим. И никаких проблем нет. Даже если будут как-то YouTube блочить, мы будем заходить через VPN. Поэтому эта новость даже не заслуживает нашего внимания. Мы в любом случае будем вести дальше YouTube, свои другие социальные сети, в том числе запрещенные на территории Российской Федерации. Это момент номер один. Момент, конечно же, номер два. Всегда читайте мою книгу «Деньги из воздуха. Как заработать на мечту». Цена чашка кофе, ценность миллиона рублей. Теперь давайте посмотрим чемпионат Европы. Харри Кейн, конечно же, очень крутой бомбардир в истории английской пимерлиги, в истории непосредственно сборной Англии. Но испанцам снова проиграли. Вот видите, когда вы считаете, что у вас все плохо, вспомните Харри Кейна. За всю свою профессиональную карьеру он не занял ни разу первое место в командном зачете. Индивидуальные награды-то у него есть, но команда его никогда не выигрывала. Ни Тоттенхэм, Хорспорт, ни Англия, непосредственно сборная, ни Бавария, которая тоже в этом году все просрала. Все, что можно. Поэтому, если у вас плохой день, вспомните Харри Кейна. Это у него вчера был плохой день. Вот такие вот дела. А мы движемся дальше в сторону более приятных новостей. Так, Госдума готовится принять закон о запрете свободного обращения криптовалют. И тут простой инвестор думает, господи, как же так? Но читайте внимательно. Если проект станет законом, надеюсь, что не станет именно в такой трактовке, то биржам-обменникам придется получать специальное разрешение от уполномоченного правительством госоргана. Более того, продавать криптовалюты можно будет только компаниям ИИП, которые попадут в специальный правительственный реестр операторов майнинговой инфраструктуры. Любая реклама торговли криптовалютой, если закон примут, попадет под запрет. Но я думаю, что в такой трактовке ничего не примут. Это будет касаться только действительно, скорее всего, обменных пунктов и непосредственно бирж, которые расположены на территории Российской Федерации. А простых пользователей, таких как мы с вами, эта история трогать не будет. Поэтому это тоже новость уже прошлая. Так что не надо бояться. Двигаемся дальше и двигаемся максимально легко и непринужденно. Ну и, конечно же, покушение на Трампа. Это было действительно очень серьезно. Более того, помимо того, что это все будет иметь политические последствия, здесь уже есть экономические последствия. Более того, вот эти вот токены, да, которые вот как раз политические токены от Дональда Трампа после покушения выросли на определенное количество процентов. Токен мага Трамп подскочил за сутки на 27%. Пожалуйста, да, на короткое время котировки монеты превысили 10 долларов. Капитализация достигла 370 миллионов долларов. Вот так вот покушение влияет. Значит, мага Хэтт, мага тоже вырос на 27%. Капитализация актива в разы меньше предыдущего, но показатель почти превысил 100 миллионов. Дальше, мем-токен Дональд Трамп. Трамп на базе Солана прибавил 30%, достигнув 0,51. Капитализация монеты выросла до 51 миллиона. Так что вот такие вот дела, дорогие друзья, уважаемые коллеги и партнеры. Действительно, есть такая тема. И Трамп может стать криптопрезидентом. То, что сейчас происходит, ему на самом деле на руку. Но я бы никому не пожелал такого покушения, потому что действительно человек мог погибнуть. Можете себе представить, погибнуть и все, его бы уже не было. И это большая проблема, очень большая проблема. Поэтому, конечно, рынок отразился, да, безусловно. Если мы с вами зайдем на CoinMarketCap или CoinGecko, или там, например, на CryptoRank.io. Вот я посмотрел. Вы не смотрите изменения за 6 месяцев, за 3 месяца, за 30 дней или с начала месяца. Смотрите изменения за 24 часа, и биткоин вырос, да, и эфириум вырос. Так, что у нас еще? BNB немножко поднялся, Солана. Так, значит, Lido Staker. XRP. Но за сутки он потерял, а за неделю все-таки вырос. ToneCoin вырос и за сутки, и за неделю. Ну и DoggyCoin на 3.62 и 8.33%. А теперь, конечно же, заходим на наш любимый, значит, RBK крипто и смотрим. Биткоин вырос на 3000 рублей за сутки. Начало роста совпало по времени с моментом покушения на Дональда Трампа. Ну и, собственно говоря, курс немножечко вырос. Немножко, опять-таки, да. Команда Трампа сделала вопрос криптовалют частью своей предвыборной программы. Это очень хорошо, когда человек, который уже был президентом в свое время, вот один срок сейчас переждал, потому что те выборы не выиграл, и сейчас планирует вернуться в Белый дом, поднимает такие крутые вопросы. Я думаю, что есть большой потенциал для творческого роста, есть большой потенциал для развития рынка криптовалют после такого покушения. Я думаю, что когда Трамп станет президентом, это будет прям максимально топовая история. А касаемо того, что я уже говорил, что, скорее всего, эти монеты будут расти, вот, обратите внимание, я об этом уже говорил, вот видите, да, покушение на Трампа, думаю, для рынка будут последствия. Следим за новостями, особенно могут отреагировать политические токены. Это я все писал, смотрите, еще вчера, когда вот еще до евро, с самого утра, и я был прав, действительно, все неплохо выросло. Да, Трампа спасли, да, все хорошо, но последствия, конечно, есть, в том числе и для рынка. Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые коллеги, партнеры, вот такие вот у нас крипто-новости. Всегда держите руку на пульсе, торгуйте на бирже BingX, максимально топовая история. Я считаю, что здесь на бирже очень большой потенциал, и каждый из нас может его использовать по своему образу и подобию. Более того, каждый из нас может сделать очень хорошие проценты на этом рынке, поэтому добра, тепла, энергии, вот такой вот у нас маленький прямой эфир. Всегда держите руку на пульсе, всегда делайте собственный ресерч, собственные исследования и двигайтесь. Двигайтесь всегда и везде, тогда у вас будут хорошие деньги, тогда у вас будет больше возможностей. Ну и, собственно говоря, отдыхаем и кайфуем. Добра, тепла, увидимся!